Спартак с победой. Хорошая игра в первом тайме. Первые 15 минут играли вообще как планировали, потом чуть отдали инициативу. Во втором тайме после пропущенного мяча были вынуждены открываться, поэтому получили несколько быстрых атак, но замену нейтрализовали. Довольно футболистами поблагодарил их после игры, на мой взгляд качество игры улучшается. Единственное, не хватает на завершение мастерства. Над этим будем работать. Спасибо. На пожалуйста вопросы и представляйтесь. Багаж Владимир, Московская правда. Добрый вечер. Если позволите, два коротких вопроса по заменам. Первая замена на 30 минуте, если можно, прокомментируйте. Мы готовились к различным Спартаку. Мы не знали конкретно, кто у них будет, поэтому, когда увидели состав, когда разобрались, что они делают, мы поняли, что мы можем скрывать зону за спиной у Денисова. Было два варианта – или бегать за ним, что мы делали первые минуты, или использовать эту зону. И мы на 30 минут приняли решение. И у нас во втором тайме 8 раз человек получил в этой зоне мяч. Но, к сожалению, ни одного из них не дошло в штрафную до своего партнера. Над этим будем работать в ближайшее время. Спасибо. И второй вопрос по тройной замене. Ну, не по самой замене. Это вы, тренер, вам решать. А потому, что произошло со Смольниковым. Показалось, вложить трибуны, если я не прав, прошу меня простить, что вышел конфликт, словесный, по крайней мере, и Смольников ушел. Прокомментируйте, так ли это. Спасибо. Тройная замена была плановая. Она зависит от состояния футболистов. У нас очень хороший медицинский штаб. Мы увеличивали сейчас объемы. Была недельная работа. К сожалению, не все футболисты адаптированы к той работе, которую мы предлагаем. Поэтому у нас были игроки, которые сегодня по самочувствию поставили семерки по десятибалльной системе. И мы были вынуждены их заменить. Я не знаю, что вы подразумеваете под словом «конфликт». Если мои футболисты будут довольны тем, что их меняет, я их выгоню из команды. Поэтому со Смольников у меня все хорошо. Мы послезавтра договорились встретиться пораньше и обсудить его ошибки. Но я бы не персонализировал. Опять же, оттолкнусь от физического состояния все-таки в большей степени. А так Игорь, как и любой опытный игрок, не любит, чтобы его меняли. И еще и есть такое правило, что лучше оставить, чтобы было положительное действие и после положительного действия сменить. Просто мы получили гол и могли получить второй. Поэтому здесь было уже не до педагогических принципов, а нужно было попытаться зацепиться за результат, что мы и сделали. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Андрей, спасибо за игру. Я действительно торпеда сегодня показал. Видно, что они бьются за вас, за тренера. У меня два маленьких вопроса. Вы не жалели, когда проймин забивал, что у вас такого игрока не в составе? Первый. Который может решить игру. Первое, они бьются прежде всего за себя, за свои семьи, за торпедой. И только может потом, пока еще нет, я не могу сказать, после 13 дней работы, что мы прям вот слились. Пока еще идет процесс взаимопонимания. Поэтому спасибо за ваше мнение. Но, на мой взгляд, пока, я думаю, что со временем будет еще лучше понимание и отдача команды. Например, сегодня там трижды после стандартов мы уже били поворотом. Не как с Ахматом. Шесть и ноль ударов. Сегодня мы трижды били. Но ни разу, к сожалению, пока не попали. Били именно так, как мы наигрывали. Поэтому мне очень приятно, что ребята постепенно-постепенно делают шаги в понимании игры. А по поводу промеса я уже говорил, что у нас есть игроки, которые могут за счет отдачи, за счет мастерства нивелировать ту разницу в классе, которая прослеживается между некоторыми командами. Потому что иногда играют команды, которые идут вверху таблицы и внизу таблицы. И если смотреть структурно, то больших различий нет по игре. А разница именно как раз в завершающей стадии атаки. У «Спартака» есть промес, замечательно. Но я уже говорил это и во всех клубах, говорю. Мои футболисты всегда самые лучшие. Вы в этом скоро убедитесь. Спасибо. Еще маленький вопросик. Буквально. Были два штрафных опасностей, которых, так сказать, можно забить. И у вас ни одного футболиста нет, который далека может ударить. Все-таки это весы до 50 на 50. Такие опасные. А удары это, скажем, много можно больше. Здесь уже от тренерских воззрений зависит. Смотрите, я считаю, что, во-первых, мы с одного из них чуть не забили. Прошкин, во-первых, здорово вошел. Не самый возрастной футболист. 23 года. Но мне очень нравится, как он тренируется и работает. Мог забить гол с этого штрафного. Во-вторых, у нас есть Чурич и Нитфулин, которые достаточно неплохо исполняют стандарты. Не принято, да, сравнивать. Ну, давайте эталон, с кем я работал. Ни Дзагоев, ни Уткин, но хорошо исполняют. Я думаю, что, опять же, от физического состояния. Дело в том, что эти штрафные были уже в концовке. И здесь, когда нет физического функционального хорошего состояния, нет уверенности у игроков, они не берут на себя, а предпочитают принять промежуточное решение. С этим будем постепенно, постепенно, не бороться, а менять. Потому что, безусловно, я согласен с вами, что на ответственность должны футболисты брать по ходу. У нас они записаны были. У нас есть несколько фамилий, кто должен бить. И из них три было на поле. Они могли пробить по воротам, выбрать сами это решение. Спасибо, все хорошее. Последний вопрос. Ярослав Сусов, Спортс.ру. Вопрос по Александру Дорния. Казалось, что Дорния вытащил в первом тайме, но вроде бы вы были не совсем довольны его игрой ногами. Можешь ли я рассказать, как вы оцениваете другие игру? Я стараюсь на конференции публично не обсуждать конкретно кого-то. Мне не понравилось, как мы разворачивали мяч. Это не только Дорния, это несколько игроков в линии обороны и вратарь в том числе. То есть, когда затягиваешь прессинг, а потом разворачиваешь в другую сторону. Если посмотрят предыдущие мои команды, они делают это немного лучше, чем мы сейчас. Я думаю, со временем мы в этом прибавим. Так, я немножко расстроился. Еще помните, в концовке первого тайма, 44-я минута, ввод мяча быстрый. То есть, взрослые игроки должны чувствовать состояние команды, когда уже на гландах концовка тайма. Может быть, не рисковать вот этими резкими, быстрыми вводами, а чуть-чуть продержать мяч, дать паузу, отдышаться команде. Недовольство могло быть только в этом. А так, я еще раз говорю, на сегодняшний день все футболисты, которые выходили на поле, сыграли, на мой взгляд, свою лучшую игру. Во всяком случае, при мне. Поэтому я никого там пока не могу ругать за ошибки. Продолжение следует...